Наличный расчет за маршрутное такси уходит в прошлое. Сегодня в Якутске презентовали электронный аппарат приема платежей. В скором времени пассажиры сами смогут выбирать тарифы за проезд. Нижняя граница по предварительным данным составит 16 рублей, верхняя 25. Всего до нового года планируется оборудовать новой техникой больше семи сотен автобусов. О новшествах маршрутных такси расскажет Розалия Борисова. Михаил Иконников уже много лет работает в сфере перевозки пассажиров. Его автобус стал одним из первых, где установили новую технику. Несколько месяцев водитель испытывал аппарат приема платежей. Приходит пик и пошли. Как в нормальных городах и странах. В переднюю дверь заходят, оплатили и через заднюю выходят. И поток идет, и задержки никакой нет. Мне руки свободны. Я не отвлекаюсь. Я только слушаю, оплачено или не оплачено. И все. В скором времени все автобусы смогут принимать безналичные расчеты. Это касается не только транспортных и школьных карт. Оплатить проезд можно будет с любой банковской карты и через специальную Ультралайт-карту. Это карты Ультралайт, которые будут предоплачены с низкой стоимостью поездок. Это на 20, 40, 60 поездок. Тариф сегодня, точные цифры, они согласуются буквально в скором времени. Минимальная стоимость определена. Это 16 рублей. Она уже есть цифра. Проще говоря, чем больше ездишь, тем меньше платишь. Самым расходным способом оплаты станет наличный расчет. По предварительным данным он составит 25 рублей. По плану до Нового года во всех столичных автобусах появятся такие аппараты. Очень нормально, удобно. Когда ты торопишься, тебе эту задачу ждать. Ну, тоже время же идет. Ну, в общем, неплохо. Если это будет удобно, то я только за. Ну, бывает, что наличности не бывает, а бывает она только на карте. Удобнее было бы, конечно. Помимо этого, в салонах появятся по четыре камеры видеонаблюдения. В целях безопасности в течение 60 дней вся записанная информация будет храниться в базе данных. Для удобства пассажиров каждое маршрутное такси будет оснащено электронным таблом. Также планируется наводить работу мобильных приложений о времени приезда автобуса. Розария Борисова, Георгий Григорьев, Гаврил Дичков, НВК Саха, Якутск.